Дальше Всевышний Аллах говорит И не слабейте, и не печальтесь То есть в этом аяте побуждение с подвижников Пророку совершает джигад Чтобы они проявили терпение В отношении того убийства, то есть Которое их постигло, часть их И те храны, которые произошли с ними в день ухода Всевышний Аллах говорит Не слабейте Не проявляйте слабость И не проявляйте трус Когда вы совершаете джигад с вашим врагом По той причине, что кого-то из вас убили, а кого-то из вас ранили В тот день было убито 5 мухаджиров В тот день было убито 5 мухаджиров Говорит имам Из числа ансаров было также убито 70 человек И не печальтесь То есть если вы чего-то лишились И вы будете на высоте Потому что конец будет за вами Вам будет дана победа И вы возьмете наверх над вашим врагом Если вы действительно являетесь верующими И они и за кунтум То есть говорит имам Багов Если вы являетесь верующими Айлянна кумуминум Потому что То есть если вы действительно являетесь верующими Потому что вы действительно являетесь верующими В Аяте Бара Калуфикум Ученые говорят указание на условие А это то, что мусульмане будут на высоте, сказал, если вы будете верующими, и не сказал обратить внимание, красота Курана, и сказал верующими. Во что? Потому что верующими охватываются во все, в то, в что человек обязан верить, и основа этому 6 столпов имана. И поэтому в аяте указание на условия, а это то, что мусульмане будут на высоте только в том случае, если они будут на степени верующих имана. Мы знаем, что у нас есть степень ислама, степень имана, степень ахсана. И вот в наше время говорят, почему наша община в таком униженном положении? Потому что наша община не муминун. Потому что наша община такова, как они сказали сегодняшний Аллах спонталя, пришли бедуины и сказали правосудам, мы верующие. Скажи, вы еще не поднялись на степень имана. Скажите, мы просто согласились принять ислам. Иман еще по-настоящему не вошел в ваши сердца. Также вы огоняете указание на то, что не надо робеть, падать духом и поддаваться слабостям. Следует быть, если ты видишь, что с кем-то произошло что-то. То есть как это? Этот аят касается кого? И не печайтесь, и не слабейте, как мы видели, по причине того, что сказал Мамбагу вас ранее. Точно так же, если мы занимаемся призывом к Всевышнему Аллаху, группа призывающих, и с кем-то из нас, что-то произошло, это не должно тебя пугать. Из-за этого ты не должен переставать заниматься призывом. Ты должен продолжать заниматься призывом, будучи убежденным в том, что и вы будете на высоте. Да, Аллах ему предопредил смерть. Но и Аллах предопредил ему горе. Аллах предопредил ему несчастье. И в этом есть мудрость Всевышнего Аллаха. А ты не опускай руки, ты не слабей, ты не рабей, ты не печалься. И ты на высоте, но будь верующим. Будь верующим и будешь на высоте. Мы сказали, что в этом аяте указано на то, что не надо рабеть, падать духом и поддаваться слабости, если с кем-то что-то случилось. Из тех, кто занимался вместе с тобой с призывом. Также не надо рабеть, не надо падать духом и поддаваться слабостям. И следует быть оптимистом и сторониться всего того, что приводит нас к слабости и упадку духа. И поэтому Всевышний Аллах вселяет в нас оптимизм, сказав, вы будете наверху. Обещает нам, говорит, вы будете наверху. То есть вы возьмете верх над неверующими, но при условии инкунту муминин. Если вы будете верующими. Аблайбн Аббас, ради Аллаху Анхума, рассказывает, как говорит об этом имам Багави, Потерпели поражение сподвижники Мухаммада в каком-то вот в этом узком ущелье, то есть при ухуде. И пришел Халид ибн Увалид, тогда он еще был многобожником, и он, то есть с всадниками многобожниками, хотел сверху напасть на мусульман. Когда это увидел, сказал Аллах, не позволим быть над нами. Аллах, нету на силы и мощи, кроме как от тебя. Обратите внимание, пророк и единобожие. Нету силы и помощи, кроме как от тебя. И тогда некоторые из мусульман поднялись на гору. И начали стрелять в Халиды ибн Увалиды, то есть и в тех всадниках, которые были с ними, так что те отступили. И поэтому все, это то, о чем сказал Всевышний Аллах, в то время, когда вы будете на высоте, то есть это один из тавсиров. Этот аят был ниспослан Барак Лауфикум после событий битвы Ухуд. После того, как пророк Саусам приказал сподвижникам последовать за теми многобожниками, которые ушли. При том, что сподвижники все были в ранах. И мусульманам это было тяжело. А история Барак Лауфикум такова, что Абу Суфьян, когда отступил, сказал, почему мы отступаем? Давайте вернемся опять и так далее. И послал одного человека, пророк Саусам. Тот сказал там, Абу Суфьян опять собрал армию, сейчас второй раз на вас нападут. Это те, кому пришли люди и сказали, что какие-то люди собрались против вас. Буйтесь их! А это добавило им имам. Почему? Потому что Аллах сказал, что вы будете наверху. И они сказали, нам достаточно, что Аллах лучше на кого поводит. И они, Барак Лауфикум, положение, не было такой, по милости всевышнего, что их не коснулось зло. А Абу Суфьян, когда услышал, что сподвижники с пророка Саусам ранены, с пророком Саусам на них скачут, побежали в Аркавуфикум. Дальше Аллах говорит, «Ин يемсасكم кархун». «Ин يемсасكم кархун, فقد масса القوم кархун مثله». «Вотелка лэйяму нудавилها بين الناси, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءً». «Даже если вам нанесена какая-то рана или вас коснется боль, то есть прочитали, то есть так прочитали. Другие же часы прочитали. То есть это два языка. То есть говорят, смысл один тот же, как «Джагду» или «Джухд», усердие, или же утомление. «Ва кальфарра, фарра сказал, нет, бифатхи исму ли джараха». Есть разница в арабском языке, тонкая какая. Если ты скажешь «Джарх», то это что, рана? «Ва биддам», если ты скажешь «Джурх», то это боль этой раны. То это боль. Как бы ни было один аят другому не противоречу. «Ва газа хитабу маль мусульмина, хайсун сарафу мин ухудин, мин кама каба тивальхузан». И это обращение к мусульманам, которые покинули, то есть уход после окончания битвы при ухуде с грустью и печалью. «Якуль Аллаху та'аля, Всевышний Аллах, обратился к ним и сказал, «Иямсаску мхар кархун, даже если вам нанесена рана, или же вы почувствовали какую-то боль, яума охуд, в этот день ухуда, факат масса каума кархум мислю, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям, то есть многобожникам. А это где? Говорит, яума бадр, говорит има бауи, при битве при Бадре. «Ва тилька ляяму нудаву, яума бауи на нас, Всевышний Аллах говорит». И вот так вот мы чередуем дни. Что значит среди людей? То есть какой-то день счастья, какой-то день несчастья, какой-то день богатства, какой-то день бедность, какой-то день победа, какой-то день проигрыш. «Фа йомун лягу, а йомун алейхим» «Один день им за них, один день против них». «Удили аль-муслимун амин аль-мушрикин», то есть одержали мусульмане вверх над многобожником, «Яума Бадр» «В день Бадра». «Хатта каталю минхум сабаина у асру сабаин». Так что убили 70 многобожников в день Бадра и 70 взяли в плен. А сейчас против вас обернулось. «Валия лям Аллаху лявина аману, и чтобы Аллах узнал верующих». Ученые Барак-Луфикум говорят, ты узнал. Разве Всевышний Аллах не знал верующих? Нет, знал. Но есть разница Барак-Луфикум между знанием Всевышнего Аллаха предшествующим и тем знанием, которые уже Барак-Луфикум, как его называют некоторое учение, «Ильму дзугур». То есть проявились знания Всевышнего Аллаха. И то есть как будто дословность, чтобы Аллах показал вам верующим. И Барак-Луфикум награда, ученые говорят, награда и наказание. «Я тараттабу аль альмин дзугур». «Валяйса аль альмин сабик». То есть награда или же наказание следует за знанием после того, как оно появилось, а не то знание, которое предшествовало появлению. То есть Всевышний Аллах субхан-Талли, братья, если бы создал создание и сразу бы ввел бы их в рай и в ад, он бы не был бы несправедлив, субханал-Алталли. Потому что он знает, кто что будет делать. Но и справедливости Всевышнего Аллаха субхан-Талли, из его милости то, что он дал созданием самим увидеть, самим увидеть свои дела. Поэтому пророк салал-аллаху алейхи вассалям сказал, что каждый человек которого потащат в ад, будет признает, то есть признает то, что он этого достоин. То есть в наше время судили человека и отправили тюрьму, и он кричит в зале, судили, я не виноват, я не виноват. Вот никого такого не будет суд на день. Каждый человек признает, что он сам является причиной вхождение в ад, салал-аллаху алейхи вассалям, алейхи вассалям. мучеников проявляет милость каким-то людям, наградив их шагадой. Ведь Аллах не любит беззаконников. Обратите внимание, Всевышний кто был до вас? Вот только я вам даю в нас. Эти дни мы чередуем среди людей. Валия алим Аллаху лявина Аману, чтобы Аллах знал тех, которые уверовали у этого замикум шагада и избрал из вас мучеников и заканчивает Аллах спонталю в Аллах гуляющий бузов алимин. Аллах не любит беззаконников. Беззаконники, братья, это многобожники. То есть даже если вы от них пострадали, то есть это такой аят который сегодня успокаивает верующим после того как перечислил это даже если вы от них пострадали даже если сейчас битве внешне как будто бы они вас выиграли это не значит что от того что аллах их любит нет а вас панта говорит ловля юфи бузу алимина лох не любит несправедливых беззаконники лицемеры также некоторые говорят муфаси что это те многобожники речь идет о многобожника от которых пострадали мусульмане что даже если посрали аллах все равно не любит но в этом была мудрость какая-то и как мы об этом еще будем говорить причина сами мусульмане а слушались проксосом поэтому пострадали и также некоторые муфаси рига что беззаконники это те лицемеры которые вернулись и оставили пророка саллах салям и поэтому они почему беззаконники потому что поедет и так как они беззаконие всевышний аллах не выбрал из их числа кого шугада мучеников шагидах лавана вы заметили что куран субханова не то что-то сильно каждая каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний каждое слово подразумевает под собой не несет под собой огромное количество знаний поэтому аллах если всевышнего господа проявил тебе милость изучает что все книги всевышнего спонтака знаешь что это изменилось и всевышнего господа спонтака из дозволения лос-понтака 10 признаков что твой сердце не запечатан если ты бархалов и кумбы с вами видишь что ты вообще никогда не изучаешь его не изучал слова всего лишь на лос-понтакте их толковать то есть вероятность что то сердце просто напросто запечатан все еще воскома поля это барона куран амаляку люби напали уже не задумывается не размышляет над кураном ниже на их сердцах замки то есть замки имеется в их сердца запечатан поэтому барак луфикум есть не хочет печать что то сердце было запечатано а запечатано сердце никакой блага не заходит брать обязательно изучать книгу свечного спана я побуждает дай аллах чтобы закончить торсир если кто раньше на это не обращал внимание начните с сегодняшнего дня вот как появляется барак луфикум новая запись как вы прослушали перед тем как вы отслеживающая запись постарайтесь выучить и представьте этим самым вы объедините между двумя добрами то есть барак луфикум получается и выучите и будете знать торсир смотрите внимание спонула да сколько вот удивительные слова всевышнего господа с ума талия если человека стал всего счет лохов аля это да бару на куран почему они не задумываются от куран афلا я тедберун алькуру ан ам аля кулупин а кафалу ха а а